Александр Пушной родился в Новосибирском академгородке в семье Бориса Михайловича, кибернетика и Нины Дмитриевны, экономиста. Когда Александру исполнилось 7 лет, родители отдали его в музыкальную школу, где он проучился 5 лет по классу фортепиано. В 12-летнем возрасте он впервые познакомился с русской семиструнной гитарой, которую Александру подарил его отец. Позже Александр владел и шестиструнной гитарой, причем учился играть на гитаре самостоятельно по книгам. Параллельно с учебой в музыкальной школе Александр посещал общеобразовательную школу номер 25 с 1982 по 1992 годы. В 1992 году Александр поступил на физический факультет Новосибирского государственного университета. В 1996 году он защитил диплом бакалавра, а в 1998 году магистр по физике. Давайте посмотрим фрагмент программы «Дифферамп» на эхе Москвы, в которой Александр рассказывает об этом времени. Кто-то стал ярче, заметнее, кто-то в конце концов себе заявил лихие 90-е. У меня была история такая, что я закончил университет, точнее я заканчивал университет и пришел в лабораторию 6.0 в Институте ядерной физики. Значит, с 1994 по 1999 год из лаборатории из 12 человек осталось двое. Всего? Всего. Все остальные уехали по разным причинам. Кто программистом за рубеж уехал, кто по специальности за рубеж уехал. У меня был шеф, который меня встретил. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, вот вам, Александр, вы становитесь профессионалом, вот вам книжка. Ну, журнал такой, знаете, журнал, видение там своих. И говорит, я сейчас уеду буквально на недельку и потом вернусь. Больше я его не видел. Зато книжка осталась. Вот, слава богу, у меня был шеф мой, изъявляемый пухом, Марлен Моисеевич Карлинер. Совершенно замечательный человек, очень такой мудрый и очень такой добрый был дядька. Он мне как-то сказал, я говорю, знаете, Марлен Моисеевич, я вот музыкой тут занимаюсь, да, надо же физикой заниматься. Я говорю, это же не профессия, сказал я ему. Он мне говорит, почему не профессия, профессия. Типа, если вам музыка больше нравится, занимайтесь. Он не стал меня там отговаривать или еще что-то. Он как-то очень по-доброму ко мне отнесся. И был единственный, пожалуй, человек, который мне в свою жизнь давал очень правильный совет. У меня был такой период, когда я защищал второй диплом. Это было, наверное, из самых таких моих, как это сказать, эмоциональных ситуаций в жизни. Я оформлял диплом, все было уже готово, и я вдруг обнаружил ошибку. Причем ошибку я обнаружил в двух местах. Я сделал программу, там, метод конечных элементов, мы рассчитывали, там, импеданс поперечного пучка в камере LHC. Latch Hadron Collider называется. Сейчас светлым растопцем улетят мои глаза. Короче говоря, я нашел две ошибки параллельные. Я нашел одну ошибку в программе и совершенно в другом месте нашел ошибку в расчетах. И эти ошибки магическим образом компенсировали друг друга так, что результативный график, который должен получаться был эмпирический, совпал с теоретическим. И у меня был готов диплом. То есть я мог пойти сдать его. Я знал, что я его как бы сдам. Потому что там надо уверенно, четко рассказать все. Я понимал тему, ну да, ну на ошибке. Я пошел как раз к Карлиниру, говорю, Марен Моисич, вот такая история, чем мне делать. И я говорю, решил вам признаться в этом. То есть первый был мой шаг, я решил в этом признаться сначала своему шефу. И он мне сказал, иди рассказывай все как есть. Вот прям как есть, так и рассказывай. Да, было, было, было. Вот нашел две ошибки. Я пошел и рассказал. Мою оценку из 50 минут обсуждения всех оценок, мою оценку обсуждали 45 минут. Поставили 4. Ну, 4. Музыкант, шоумен, и я добавлю все. Физик Александр Пушной. Мы сейчас прервемся на несколько минут, но скоро вернемся.